МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напередо Днемазырский пограничный отрат с рабочим визитом наведал генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конёк. Головное пытание на парадку дня – взаимодействие правооховных органов и пограничные службы о повышении эффективности оховы державной мяжи и супрадзене злачинным замахам. Сегодня Мазырский пограничный отрат забеспечен квалификованными кадрами, мая на узброении сучасную технику. Усё гэта дозволяя якосна и оперативно выконовать головную задачу. Оховы участка державной мяжи протяглостью больше, как 380 километров. У Гомельской области завершается тепляльный сезон. Непосредно областным центром тепленье отключили у администрационных будинках. Учоразь пыни на подачу теплоэнергии у жилый фонд. Что тышится регионам, конкретные термины завершения тепляльного сезона вызначают мясцовые органы УЛАДы. Паводка на Гомельщине оказывает всё больше значный уплыл на ситуацию в регионах. По оперативных дадзиных улику потерпелых зараз Петриковский и Рогачевский районы. В первом подтоплении зарегистрованы на четырёх участках дорог, в другом – в двух населенных пунктах. Прогнозуются так само несприяльные зъявы в Житковицком районе. А про таго с початком поводки пагоршилась якость воды в некоторых колодежах. Найбольшасто тут региструются нитраты, аммияк, нитрыты, сульфаты и жалеза, а так само разностайные бактерии. Уживание такой воды может привести до отручевания, особливо у детей. Своё 30-ти годзе означает Гомельский вагонный участок. Дякуючи ему, забеспечиваются пассажирские взносины Гомеля с Минском, Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером и іншими городами. История предприемства почалася 23-го соковика 1987-го года. За 30-ти годзе, и оно некальки разов меняло назву, с невеликого резерва проводников переутворилася у особное подразделение и устало на рейки сучасных технологий. Так, летось у перший рейс отправился штат для Гомель-Минск, який 300 километров переодолвая за три годзины. Зараз у штате предприемства больше за 1200 человек. На узброении парк с большим 200 вагонов. А по прошлые годы Гомельский вагонный участок угоходить улик лепших предприемств белорусской чагунки. Дни российского кино стартуют сегодня в Гомельской области. У Вазе Глядачоу пропонуют новые фильмы, сярод яких кинопроект «Час перших». Картина примеркованная до дня космонавтыки, расскажет про первый выход человека в открытый космос. Так само Глядачоу бачить мелодраму Владимира Бортки «Прокахання», фантастичный экшен «Танцы до смерти», драму Андрея Кончаловского «Рай», комедию «Кухня, опошняя битва», а так само мультфильм «Урфинджус» и его дравляны солдаты. Выход на великие экраны Гомельской области комедии «Кухня, опошняя битва» 20-го красавика вырошили зарабить запоминальные падзеи. Для этого, знаешь ли, двойника, актера Дмитрия Нагиева. И он станет головным удельником битвы кухаров, яку организуют до початку премьеры. А кроме новинок, подчас дзен российского кино можно будет видеть и фильмы минулых годов. Медсестра зрешится проставить Беларусь на конкурсе «Краса сусвету-2017». 25-годовая Катярина Дубровская уже мая в опыту дела у конкурсах при Гажосте. Зусім недавно яна стала мисс Решица. Дзявчина мая медицинскую адекацию и завочно вучится на психолога. «Краса сусвету» — новый конкурс сусветного масштаба, який проводится у России. Удельничать сюи могут полнолетние незамужние девчины. Сегодня гомельские театралы с устреном цезнародной артысткой России Лии Ахиджаковой. Яна выконывая головную роль у спектакля «Мой унук Виньямин», який проставят на сцене областного драматичного театра. Гэта дивная и пронизливая история семейных относинного. Головная героиня Эсфир живеу с поминами об минулым. Яна усе вращая за інших и беспоспяхово шукая своему сыну правильную невесту. И вось одной чы яна отправляецца у своеродны Бабруйскі привозець оттуль наследницу с праверанной сямі. Сын Эсфир пярэшись навязаному вясэлю, а невеста оказываецца не зусім той, кім сдавалася адразу. Премьеру наведая и наша здымочная группа. Рэпортаж глядіцца ў пятницу сёмага красавяка. Сёня у Межнародный день спорту на телеканале «Беларусь4» Завядаучы гості программы «Добрый вечер Гомель» расскажуть аб спартывным житсі регіона. Які авіды вулічного спорту сёня найбольш популярныя? Як Гомельшы нарыхтуецца прыняць ўдзельніка ўспаборніцтваў пакартангу і мотошматбор'ї? Як на базі звычайной гомельской школы з'явілася сапраудная футбольная ліга? У прамым эфіры трукі ў выкананні вядомага беларускага фристайлера у Ладзіслава Кастючэнкі і воркаутара Вячеслава Куксы. Глядіцца программу «Добрый вечер Гомель» сёняў 20.40 на телеканалі «Беларусь4». Телефону студы 3.7.519.